ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В наружном освещении на сегодняшний день у нас в городе 36 тысяч светоточек, из них 7 тысяч – это уже светодиодные светильники. В текущем году мы планируем до конца года установить еще 1760 энергосберегающих светильников на опорах. Также вся новогодняя иллюминация, которая выполняется сегодня в городе Гомель, на энергосберегающих технологиях. Что касается жилого фонда, мы в текущем только году установили уже более 31 тысячи ламп в подъездах светодиодных. По мнению специалистов, один светодиодный светильник, установленный в подъезде, поможет снизить электропотребление практически в 6-7 раз по сравнению с лампами накаливания. В этом убедились и жители микрорайона МЖК Солнечный областного центра. МЖК – это популярное движение во времена бывшего Союза, когда жители вместе решают социальные вопросы. В Гомеле инициаторами этой идеи выступила группа молодых энтузиастов, инженеров радиофизиков конструкторского бюро «Луч» Гомельского радиозавода. И на окраине города был заложен первый камень строительства молодежно-жилищного комплекса. Экономия у нас началась с момента проектирования. Мы в 1988-1987 году выдавали архитектурно-планировочные задания на проектирование жилых корпусов. Каждый следующий корпус мы старались уже учитывать новейшие технологии, внедрять их. И так, допустим, пятый и шестой корпус МЖК построены уже по новой технологии, энергосберегающей технологии каркас со скрытым ригелем. За эту технологию получил госпремию коллектив «Гомель-граждан проекта» и 27-го треста строительного, который строил эти дома. Девиз движения МЖК «Свои проблемы решаем сами». Создали собственную коммунальную службу, вместе формируют бюджет. Здесь оплачивают содержание дежурного консьержа и другие необходимые услуги. Мы не берем полную стоимость технического обслуживания, цена обсуждается с учетом имеющихся инженерных систем, ну и, соответственно, затрат. С виду обычная многоэтажка, а внутри – кладезь способов энергосбережения. Лестничные пролеты, тамбуры освещают светодиодные лампы с датчиками на движение. Каждая квартира построена по индивидуальному, нетиповому проекту. Единственное, что их объединяет – это встроенные автономные отопительные котлы. Во-первых, стены дома очень защищают от потери тепла. У нас энергосберегающая технология – это отопительные котелы, который позволяет себе, позволяет экономить тепло. И мы регулируем температуру в квартире не форточкой, а с помощью вот этих регуляторов. Эта технология позволяет нам сэкономить в полтора-два раза тепло. У нас есть еще система регулировки общей температуры в квартире. Вот здесь вот 17,5 градусов фактически мы выставили. Мы можем установить, и котел автоматически регулирует. Экономить в каждой квартире шестого корпуса помогает автономный котел, который выполняет две функции – обогревает квартиры и подогревает воду. Поэтому в жировках отсутствует графа «горячая вода». Конечно, благодаря нашему котлу получается достаточно большая экономия на отоплении. Наш котел работает не только на отопление, он на подогреве воды и на приготовление пищи. Вот за октябрь у меня показания счетчика газового было 6120. Вот сейчас я перед вашим приходом посмотрела, сегодня 1 декабря, это за ноябрь получается, 6240. То есть 120 кубических кубов газа у меня расходовалось. Это совсем немного. Жильцы дома отмечают, стали менее расточительными. Не льют в пустую воду, выключают свет и берегут тепло. Отказались от обычных лампочек в пользу светодиодных. Бытовых приборов в доме много. Там и микроволновка, и тостер, и сэндвичница, и кофеварка, чайник. Ну, в общем, много. Компьютеры, ноутбуки, два телевизора. Света люблю очень много. У меня все люстры на несколько рожков. Но с учетом того, что вся техника класса А, потребление электроэнергии идет небольшое. Благодаря проекту каждая семья теперь может экономить и на воде. В подвале установлена система дополнительной очистки воды. Говорят, при разумном подходе можно не только сэкономить, но и обезопасить свое жилье. Приборы учета газа вынесли в зону общей доступности. Во-первых, он не мешает расстановке мебели в кухне. Во-вторых, преимущество, что он находится вне квартиры и при сработке датчика загазованности консьерж имеет возможности подняться на данный этаж и перекрыть вот этот вот винтик, не заходя в квартиру. На случай, если там аварийная ситуация, а хозяев нет. Понятие «мой дом» МЖКовцы вынесли не только за пределы квартиры, но и подъезда. Благоустроили двор, построили первую в Гомеле частную подземную автостоянку. Тем самым сэкономили территорию и решили экологические проблемы. В этом году мы подали заявку и нас приняли в члены ассоциации возобновляемой энергетики Республики Беларусь. Там работают сотрудники Республики Беларусь и зарубежные эксперты, которые владеют современными технологиями, знаниями. И они с радостью с нами делятся в этом плане, потому что у нас в перспективе использовать энергию солнца, энергию ветра для того, чтобы людям экономить деньги при эксплуатации многоэтажных жилых. Каждому из нас хочется, чтобы его дом был уютным, комфортным и экономным. В школе номер 44 города Гомеля хорошо знают, как совместить эти понятия. Ведь ее называют не иначе, как пионером в создании целой системы воспитания рачительных хозяев нового поколения. А в члены клуба «Домовитые» посвящаются не только все ученики школы, но и их родители. 44-я школа, одна из школ в городе Гомеля, где учат не только математике, русскому, физике и другим наукам, но и науке бережливости. Науке, как экономить наши деньги, скажем так, наши ресурсы, а через ресурсы наши деньги. Мы собираем вместе макулатуру, сдаем ее в школу опять-таки. На первом этаже стоит контейнер, куда мы сбрасываем батарейки для их дальнейшей утилизации, потому что их нельзя выбрасывать в природу, это загрязнитель большой для природы. Сегодня атмосферу в школе создает новогодняя экологичная елка, сделанная своими руками. Это не просто мастерство юных талантов, но и символ бережного и рационального отношения к природе. Это наши первоклашечки, это наши будущие домовята. Они пока еще не являются членами клуба «Домовиты», пока они только готовятся и делают свои первые шаги в страну экономии. Почему важно бережно относиться к воде? Чтобы вода не утекла. Чтобы нам не пришлось пить соленую воду. Правильно. Мы говорили о том, что вроде бы воды у нас много на планете, но она почти вся соленая. Потому что без воды и человек, и животное, и даже растение может не выжить даже один день. Если малыши постигают азы экономии, то старшеклассники уже проводят серьезные экономические исследования. Наш класс работал над проектом «Пути экономии электричества в бутылок», в ходе которого мы научились делать расчеты и строить графики потребления электроэнергии. Первый этап заключался в том, что участники этого мероприятия замеряли электропоказания у себя дома и заносили эти данные в таблицу. Через неделю они получали график, с помощью которого мы определили средний уровень потребления электроэнергии в семье, который составил 43,3 кВт. Но я думаю, что можно сэкономить еще. Выяснили, что наиболее энергозатратными являются выходные дни, так как большинство членов семьи находятся дома, в результате чего возрастает и количество и время использования электроприборов. А также выделили самые энергозатратные электроприборы из приборов, используемых в быту. Это, как правило, стиральные машины, телевизоры, компьютеры, электроплиты и так далее. По нашим расчетам, экономия в каждой взятой семье нашего класса составила 2 кВт. В среднем по классу около 280 кВт. Таким образом, наш проект показал, что экономия электричества в быту возможна при соблюдении самых простых правил. Сегодня каждый школьник даст совет, как быть настоящим хозяином собственного дома. Я выключаю всегда телевизор и свет, когда ухожу. Я выключаю экран, когда чищу зубы. Еще меняете старые лампочки на электросберегающие. Включаете чрезвизор и компьютер только при необходимости. Запускайте терральные машинки только, когда они полные. Когда у вас старое окно, а у нем щелины, обязательно их заклеите, чтобы степло не выходило наружу. Бывают такие моменты, когда я забываю выключить свет в комнате, а ребенок приходит еще, ай, мама, ты неправильно не бережешь денежки. И сам идет и выключает свет. У школы множество заслуженных наград в различных конкурсах энергомарафона, которые помогают учебному учреждению внедрять энергосберегающие технологии. Это новые окна, экономные светильники и многое другое. Школа активно развивает и международные связи. У нас проходит акция «Подари тепло другу». Вот такие наши фирменные шарфы. Наш теплый привет летит сейчас нашим зарубежным друзьям в Брянск. А еще у нас проходит акция «Поделись теплом», где мы передаем эстафету тепла. Это символическая чашка горячего чая, которую мы также передаем нашим друзьям. Об этом и в условиях участия в нашей акции можно узнать в группе ВКонтакте «Вольт и Ка». Заходите и становитесь нашими друзьями. «Быть экономным» – это модно и полезно. Так говорят и в Гомельском областном учебно-практическом центре по энергосбережению, где учащийся школа номер 44 проводит экскурсии и практические занятия. Хотите быть в тренде энергосбережения? Добро пожаловать! Гомельский областной учебно-практический центр. Здесь можно научиться быть экономным и бережливым учащимся студентам, специалистам, домашним хозяйкам. У нас вы найдете ответы на все вопросы. Как правильно выбрать электролампочку, утеплить стены вашего дома, подобрать нужные стеклопакеты, купить водосберегающие насадки? Мы вам откроем секреты домашней экономии. Здесь вы убедитесь в преимуществе зеленой энергетики. Посетив уникальный музей энергосбережения, вы ознакомитесь с историей развития источников света. Будьте с нами! Будьте в тренде энергосбережения! Новый год – это всегда точка отсчета. Уже дан старт очередному республиканскому конкурсу «Энергомарафон-2018». А это воплощение новых планов и идей, стремление изменить свою жизнь к лучшему и сберечь то, что дано нам природой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова